На рейд вышли сотрудники прокуратуры, госавтоинспекции и полиции. Цель – поймать на перекрёстке нарушителей, которые хотят провести каникулы за совсем небезопасной работой. Но застать юных мойщиков автомобилей на их излюбленном месте в этот раз не удалось. Мы столкнулись с такой проблемой, что несовершеннолетние выходят на дороги города Одинцова для того, чтобы оказывать услуги по мойке фар, окон, стоящих на перекрёстках автомобилей. Указанная деятельность является не только незаконной, но и также представляет угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних. Желающих заработать опасные деньги с каждым днём всё больше, тем более, что суммы немаленькие – до нескольких тысяч в день. Госавтоинспекторы напоминают, согласно ПДД, выход на проезжую часть в неположенном месте – грубое нарушение. «Если нарушить данное требование, это потенциальная опасность для всех участников дорожного движения. Категорически запрещается выходить и находиться на проезжей части дороги вне пешеходного перехода». Воспитательные беседы очно с маленькими нарушителями дорожного движения провести не удалось, но полицейские предупреждают – работу продолжат. И не только с юными мойщиками, но и с их родителями за опасные проступки детей грозит штраф. «Детей, допустивших данное нарушение, мы доставляем в отдел полиции, вызываем родителей и далее проводим разбирательство. В отношении родителей составляем административные протоколы, предусмотренные частью первой статьи 535 Кодекс административных правонарушений». Чтобы на каникулах заработать деньги, не обязательно выходить на проезжую часть. Школьные трудовые бригады – достойная и полезная альтернатива. Помочь библиотеке провести в порядок двор или стать вожатым в лагере. Вариантов безопасной летней подработки достаточно, отмечают специалисты.